Я заметила, что 26 ноября довольно-таки богато на события. Как вы помните, в этот день состоится географический диктант, еще будет День Матери, а еще 26 ноября состоится ярмарка-выставка «Антиквариат». Более подробно об этом мероприятии нам сегодня расскажет... Расскажет председатель сообщества коллекционера Якутии Никифор Иванов и Тереза Паченко-Чавес, художник-график-коллекционер. Доброе утро! Доброе утро! Итак, в это воскресенье состоится ярмарка-выставка «Антиквариат». Вот скажите, где именно состоится, во сколько она начнется, куда ехать? В это воскресенье в историческом парке «Россия. Моя история» пройдет ярмарка «Первая» с 11 до 17 часов. Адрес Уткина, 5. Это новый наш мультимедийный проект, общероссийский. И для повышения интереса и, опять же, для того, чтобы, скажем так, обеществить историю, мы вот решили организовать совместно с ними антикварную ярмарку. А что мы можем там увидеть на этой ярмарке-выставке? Там, начиная с дореволюционных предметов старины, до, скажем так, до советской эпохи. То есть все, что у нас... Это могут быть... Это самовары, это статуэтки, это небольшие, например, там, какие-то женские штучки. Вот как вот сейчас Тереза сейчас принесла, покажет вам. Ага, Тереза, покажите, да, женские штучки. Очень много названий, я вот, скажем так, не во всех разбираюсь и понимаю, поэтому не могу сказать, она подробнее расскажет. А также можно посмотреть будет там советский фарфор, посуда, которая была у ваших бабушек, дедушек. Швейные машинки, наверное. Швейные машинки, деньги. Деньги, марки, да? Электроника старая, потом вот эти патефоны, пластинки, книги. То есть ассортимент достаточно богатый. Да, ну это мини-блошиный рынок. То есть то, что в этом мультимедийном музее на картинках, там можно будет потрогать. А, настоящие экспонаты, получается. Да, да, да. Тереза, вот что вы принесете на выставку ярмака вот из того, что сейчас вы принесли к нам в студию? Ну, я скорее буду как покупатель, наверное. Просто я пришла как коллекционер, как бы. Ну, что-то подобное наверняка мы можем увидеть, да? Вот расскажите, что это такое, да? Я вообще хочу сказать, что, в общем-то, коллекционер моя мама, она начинала в 70-х годах еще собирать всякие вещи, а я как бы семейную традицию, получается, пытаюсь продолжить. А что вы, коллекционер? Немножко вот, ну, в общем-то, все, что мне нравится, буквально все. Это тоже антикварные вещи, да? Ну, в основном, ну, стараемся, да. Но сейчас уже много пошло, вот, советского периода, там, и посуды, и всякое. А вот это вот? Вот это вот, например, шкатулка, да, такая вот. Ее широко использовали в 19 веке. Это маленький сундучок для денег, для купюр, да. Я его приобрела на блошином рынке в Санкт-Петербурге. Вот это вот замочек такой с ключом. И он... Рабочий? Да, рабочий, хороший сохран у него. И самое интересное у него, то, что вот он сделал его скважина. А это какого периода вот замок? Я не знаю, это конец. 19 век. Да, подарили мне в деревне. А вот это вот, ну, это фамильное серебро наше, как бы, по бабу, по отцовской линии. Бабушка моя подарила моим родителям, когда они женились. Это, да, бразильская вот эта вот тарелочка и розочка для туалетного. Столько... Как украшения. Да, просто, да, украшения. Мне кажется, по нему можно гадать, да? Никифор, ну, вы, как всегда, принесли к нам монеты и боны, да? Да, хотел бы немножко вам рассказать, вот, показать. Это у нас первые советские деньги. Не удивляйтесь, они тут с дублавом орлом, билибина. Ну, просто, когда советская власть, скажем так, в остров стал вопрос, в первые же дни советской власти о деньгах. Что делать? Новые не успевали напечатать, поэтому они взяли просто то, что заготовило временное правительство и выпустило их. Это не копия, да? Нет, это оригинал. Просто очень хорошо сохранилось. Сколько такие деньги были в ходу? Какое время? Ну, тогда началась гражданская война, гиперинфляция, и они, в принципе, недолго ходили. Недолго ходили. А вот эти монеты мне очень интересны. Это что? А это наш совместный проект с Терезой. Вот здесь можно будет посмотреть, если видно зрителям. Это китайские копии монет, которые вот продавали, про которые я когда-то рассказывал. На выставке мы можем это, да, увидеть? Нет, на выставке нет, на воскресенье нет. Поэтому только сегодня, дорогие телезрители, мы с вами взяли эксклюзивные монеты. Да, на китайские копии. Но они выставлялись все лето, практически месяца два, они выставлялись в музей кривическом. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. К сожалению, времени мало, но я думаю, что наши телезрители уже уловили суть нашего разговора. Так что в воскресенье обязательно приходите на выставку-ярмарку.